Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как реализуется федеральная информационная система «Моя школа»? Об этом мы не только говорили на совещании в Министерстве образования. История спасения. Быстрые и грамотные действия полицейских. В Черкесске сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии помогли женщине, которой стало плохо. Она собрала в один сборник исторические материалы о традиционных промыслах и ремеслах народов республики. Вышла в свет книга Эмула Пуговой. Охоре Никольского собора Черкеска, который стал победителем первого этапа Патриаршего международного фестиваля. Репортаж Вестей. С апреля прошлого года, когда президент России Владимир Путин дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей, в Карачаево-Черкесии было подано 2347 заявок. Из них уже по более 1600 проложены сети до границ земельных участков. По остальным ведутся работы. По скорости оформления заявок, заключения договоров и выполнения мероприятий по прокладке газовых сетей к участкам Карачаево-Черкесия на втором месте в общероссийском рейтинге по догазификации. И, как сегодня отметил глава Республики Рашид Тимрезов, важно не сбавлять темпы. Программа продолжает работать, а значит жители могут воспользоваться предоставленной возможностью и подать заявку на социальную догазификацию. Сделать это можно очно через МФС и службу единого окна газораспределения льготной организации, а еще дистанционно через портал госуслуг или на сайте единого оператора газификации России. Со следующего года все российские школы будут подключены к федеральной информационной системе «Моя школа». По задумке инициаторов доступ к образовательному контенту получат все зарегистрированные на портале «Педагоги и ученики». Эта тема сегодня обсуждалась и в столице Карачаево-Черкесии, где прошло заседание региональной коллегии Министерства образования. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Через четыре месяца, с 1 января 2023 года, все остальные федеральные государственные информационные системы по всей стране не будут функционировать, кроме этой единственной системы. «Моя школа» – такое название получила федеральная информационная система, которая через каких-то полгода предстоит пользоваться всем образовательным учреждениям страны. Карачаево-Черкесия, разумеется, не исключение. А потому же сейчас важно было оценить степень готовности всех учебных заведений республики к новшеству, которое позволит изучать имеющийся образовательный контент. Еще одним важным вопросом повестки коллегий значилось обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных учреждениях. Так, до участников заседания была доведена информация о том, что с началом нового учебного года каждый понедельник будет посвящен в том числе разговорам о важном. Классным преподавателям предстоит выстроить общение с подопечными так, чтобы каждый раз затрагивать новую необходимую для воспитания молодых людей тему – патриотизм, гражданское воспитание, нравственность, религия, экология и так далее. В ходе мероприятия они обошли стороной и вопрос обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием. По данным экспертов регионального министерства образования, минимальное количество муниципальных районов выбирают предоставляемые объемы финансирования. Остальные же словно экономят средства. В 2022 году у региона на эти цели имеются почти 262 миллиона рублей. Предполагается, что горячим питанием должны быть обеспечены более 24 тысяч школьников. «В пределе разместимости расходов для организации горячего питания в 2022 году на одного ребенка составляет 63 рубля 65 копеек. Общеобразовательные организации должны обеспечивать каждого ученика 1-4 класса минимум одним горячим блюдом в день, не считая горячим в одном битве». Дальнейшая проработка каждого вопроса будет продолжена. Не обошлось на коллегии и без приятной процедуры. Министерством просвещения России был отмечен вклад представителей Карачаев-Черкесии в реализацию проекта «Билет в будущее». Отличившихся педагогических работников поздравила руководитель регионального министерства образования и науки Инна Кравченко. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия. Пришли на помощь и спасли жизнь заместитель начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесии Анну Аршаев, старший инспектор Роберт Балачиев, инспекторы Руслан Гонов и Муса Уздемиров. В ходе осуществления служебных обязанностей в одном из магазинов Черкесской заметили женщину, которая стала плохо. Она потеряла сознание и начала задыхаться. Сотрудники полиции, быстро оценив ситуацию и состояние женщины, незамедлительно приняли меры по оказанию ей первой доврачебной помощи. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Передав пострадавшую врачам, стражи правопорядка продолжили нести службу. Сегодня женщина выражает благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь и проявленную бдительность. На тот момент проходили сотрудники. Быстро отреагировали. И один из них в средних возрасте сотрудник говорит, дайте ложку побыстрее. Ложку взял и сразу открывать водичку, давать и требовал. В общем, они быстро отреагировали. И я просто реально скажу, что они спасли. В данный момент состояние нестабильное. Следствие оказали именно этой доврачебной помощи. Ей удалось удержать тяжелых последствий, как травмы, которые часто бывают у больных с абилепсией. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Категоря Нарплес. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-9000. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом. Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. Продолжаем выпуск. В картинной галерее Черкеска состоялась презентация книги заслуженного работника культуры России Карачаево-Черкесии Эммы Лапуговой под названием «Декоративно-прикладное искусство Карачаева-Черкесии». В книге рассказывается о традиционных промыслах и ремеслах народов республики. Подробности в репортаже Карачаево-Черкесии. О шитье золотом в олянии войлока, ручном качестве, плетении из рогозы, художественной обработке кожи со всем этим можно познакомиться в книге Эммы Лапуговой, которая посвящена 30-летнему юбилею отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и столетию нашей республики. В работе Эммы Лапуговой были возрождены 12 народных ремесел, 8 из которых вошли в издание. Со временем все это могло быть утеряно, но работа автора книги дала им новую жизнь. Для чего создалась эта книга? Когда я открыла отделение, я столкнулась с большой проблемой, что по нашей специфике нет учебников. Литературы вообще очень мало, даже научной литературы. И не почем обучать учащихся. Я потихонечку начала собирать материал тех видов ремесел, которые мы возродили именно на нашем отделении. Как отметил автор книги Эмма Лапугова, данная работа адресуется широкому кругу читателей, так как эта книга будет полезна не только для студентов и любителей искусства, но и для гостей республики. Также на презентации присутствовали выпускники и учащиеся факультета декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, которые проводили мастер-класс, где обучали всех желающих прикоснуться к истории. Мы показываем мастер-классы по нашим специализациям, которые мы проходим и в колледже. И любой человек может прийти и попробовать сам сплести циновку, либо золотое шитье. Тонкая работа. Из золотого шитья делают национальные костюмы, картины, много чего, подушки, узоры. Сегодня благодаря им подрастающее поколение имеет возможность чему-то научиться. И те читатели, которые приходят на встречи со студентами колледжа, у них есть возможность посмотреть, как это выглядит. И нет-нет, да появляется желание поступить в колледж, получить эти прекрасные знания. К книгу вошли более 200 иллюстраций, историческое описание промысла, графические схемы, пошаговые инструкции выполнения работ в различных техниках. Публикация осуществлена при поддержке Центра народной культуры и Министерства культуры Карачаева-Черкесии. В качестве подарка книги были переданы в библиотеке и музею, а выставка продлится до конца июня. Хор Никольского собора Черкеска стал победителем первого этапа Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов», который проходил с 1 февраля по 31 декабря. Подробности у Али Баташева. Достичь чистоты и слаженности звучания. Главная цель – регента Натальи Сотниковой, которая руководит Никольским хором последние 7 лет. Коллектив был основан в 1998 году. Сейчас в хоре архиерейского подворья 10 человек. У всех высшее или среднее специальное музыкальное образование. Так баритон Ленар Александров по совместительству артист казачьего ансамбля «Любава» и преподаватель клавишных инструментов в колледже. Задача церковного написанного пения – помочь совершить молитву тем, кто приходит в храм. От того, насколько мы поем, зависит успешность молитвы. Участие в хоре, оно меня от мирской суеты, наверное, отвлекает. Мы в морской пучине вертимся, крутимся. Это как бухта для нас, как какая-то заводь. Мы здесь духовно отдыхаем, очищаемся и помогаем людям, которые приходят в храм очиститься и духовно возвыситься. Репетиции или спевки проходят трижды в неделю, а по воскресеньям и праздникам церкви Никольский собор оглашается торжественными песнопениями в исполнении хора. В этом году хор стал участником второго патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов», который проводится в несколько этапов с 1 февраля по 31 декабря. Видеозапись богослужения в Никольском соборе отправили в Москву. Запись была высоко оценена членами жюри. Хор стал победителем первого этапа фестиваля, где участвовали 109 коллективов из России, Белоруссии, Азербайджана, Великобритании. Можно сказать, это было неожиданно. Нам в первую очередь, я перед собой, как Регин, ставила цели и задачи, чтобы мы пели достаточно духовно, собрано, все пели в академической манере, чтобы мы пели чистенько, были в тандеме вместе со священнослужителями. Это была первая задача. Конечно, задачи не было победить. Самое главное, чтобы мы нашу республику, карачачерки, представили достойно. Петь в хоре, в хорошем коллективе и совершенством молитвенном, каком-то таком благоговейном, созерцательном пении – это многого значит. По условиям фестиваля до конца июля хор должен представить в Москву видеозапись с четырьмя произведениями. Это духовный концерт, песнопение «Богородичная или Господская» в честь преподобного Сергия Радонежского и песня духовного содержания, которая прославляет православную веру в сопровождении музыкального инструмента. Али Баташев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На курорте Архы стартовали предпродажи сезонных скипасов на зиму 2022-2023 годов до конца месяца. Их можно купить со скидкой 35%. Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники, в том числе новогодние. В стоимость также входит вечернее катание по освещенным трассам. Приобретать сезонный скипас летом выгодно не только тем, кто живет рядом и готов приезжать в любые дни под погоду или настроение, но и всем, кто планирует отдохнуть на курорте Архыз в течение сезона. Купить билет можно онлайн на официальном сайте arhysresort.ru. Сезон на курорте традиционно длится с декабря по конец апреля. Гостям доступно 27 километров трасс разного уровня и 8 канатных дорог. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин